В Красноярске продолжаются работы по сносу павильонов. Накануне временные сооружения были демонтированы на территории, прилегающие к Злобинскому рынку. Часть из них были установлены незаконно, часть попали в зону ремонта уличной дорожной сети. Всего в Кировском районе снесут порядка 100 павильонов, расположенных вдоль дорог и попадающих в зону отчуждения. Собственники 15-ти уже выбрали новые площадки для торговли. В этом году в Красноярске планируют переехать на компенсационные участки владельцы 453 павильонов. Напомню, предприниматели, которые вели законную деятельность, имеют право на альтернативные места. Они могут выбрать его из перечня предложенных или найти самостоятельные и подать необходимые документы в Департамент социально-экономического развития города. Отмечу, администрация готова компенсировать предпринимателям до 90% затрат на покупку новых павильонов. Максимальная сумма субсидий 300 тысяч рублей. Но деньги получат только те, кто в этом году заключил с администрацией договор на установку своих объектов в специально отведенных местах. По последней информации, переносить свой бизнес согласились более 100 предпринимателей. По многочисленным обращениям граждан, по той антисанитарии, которая была на данном земельном участке, принято решение о передаче данного земельного участка в управление дорогой благоустройства. И, соответственно, благоустройство здесь территории, приведение ее в нормативный вид. Поэтому владельцам временных сооружений были предложены компенсационные места. То есть у них есть возможность переехать сегодня на компенсационные места, чем сегодня и занимаются владельцы временных сооружений. Сроки договоров подошли к концу. Мы все жильцы за то, чтобы... Я вот от имени жильцов говорю, потому что во дворах мы все это говорим, чтобы убрали эти ларьки и навели наконец-то порядок. И грязь у нас тут, посмотрите, всегда не пройти, не проехать. Лужи, руководство рынка не может заасфальтировать даже прилегающую территорию. А у нас здесь и дети ходят, и мы сами ходим. Это просто неприятно.